хуаю хуаю стоять это будет видео не о том как дешево продать пасеку а наоборот как выгодно приобрести улья и все остальное я расскажу о двух вариантах первый это нехороший вариант второй это отличный вариант хотел снять красивую картинку но погоды нету похолодало работы на пасеке тоже нету поэтому можно и поснимать кстати вот эти улья это я приобрел чуть-чуть дальше расскажу за сколько и у кого дальше он на заднем плане точно такая же партия стоит и в гаражике сейчас мы туда пойдем чтобы не задувал так ветер там еще такая же пачка пойдем мангал идем дальше в данном видео я не буду касаться темы покупки новых ульев и всего остального так как это не совсем эконом вариант очень часто встречаются видео где блогеры рассказывают о том сколько стоит их пасеков и начинают считать улей две с половиной тысячи гривен медогонки стаместка чуть ли не золотая проволока на рамочке серебряная и получается стоимость пасеки ну чуть ли не миллион это не наш вариант мы рассмотрим конечно же вариант покупки б.у. причем вариант плохой первый и вариант отличный это второй которым пользовался и я итак вариант 1 покупки ульев б.у. ну и всего остального не хороший вариант это когда пчеловод распродает то что ему не нужно чем плох этот вариант здесь нужно учесть что пчеловоды все большие жадюги скнары поэтому даже то что нужно уже давным-давно выбросить пчеловод попытается вам продать и в этой связи я расскажу сейчас одну интересную историю одним прекрасным утром ко мне позвонил мой знакомый пчеловод которого зовут вовчик привет тебе вованчик и он мне шепнул что рядом с моей пасекой поселок здесь неподалеку пчеловод с прекрасным именем михаил распродает пасеку тем более что у него сейчас запой и улей можно купить ну чуть ли не за сто гривен я попил чайку сажусь в машину и еду солнышко прекрасно и тут смотрю стоит пасека но где-то ульев 60 меня встречает улыбчивый михаил обнимает и начинает проводить экскурсию по своей пасеке он говорит это у меня лежаки хорошие улья но их я не продаю это у меня он корпусные десятирамочники тоже хорошие но я их тоже пока не продаю это у меня он двп смотри как поразбухало все ну их пока я тоже придержу это у меня вот полистирольные ой такие классные я с ними сейчас постоянно работаю ну правда он птички повыдалбливали дырки и мыши повыгрызали но так классные такие улья это у меня он микронуклеусы на мусорнике валяются их я буду сжигать такая херня не пользуйся ними пользуется старым дедовским методом подрезка и все такое иди сюда я тебе покажу сейчас один свой улей у меня вот все такие семьи открывает и там восьмирамочник пчелы и он говорит смотри все у меня а ты мед сдавал а я еще не сдавал недавно мне позвонил один перекупщик я ему говорю если ты мне дашь цену как три литра бензина то я сдам а иначе нет я долго слушал смотрел а потом говорю короче михаил покажи мне те улья которые ты собираешься продавать он говорит ну пошли и он подводит меня к ульям которые в простонародье называются дрободан они вот так горкой сложены под стеночкой и начинает он их расхваливать смотри вон улей это еще делал мой прадед доска не струганая кривой класс вот этот улей делал мой дед доска уже струганая но смотри какой черный как будто нефть в нем держали там пчел было очень много дед собирал по 200 килограмм за сезон меда вот этот улей делал мой батяня смотри крышки он пластиковые из конторы стырил глянь как повыгибало как японские домики вот этот улей даже не знаю насколько он рамок ну смотри он моль повыгрызала дырки насквозь почти но это ничего там колышек забьешь да и все вот этот конечно шашелек побил ну если бросить ножичек вот так то скорее всего дно пробьет насквозь но так улья классные я его спрашиваю ну так ради поддержания разговора что ты хочешь за эти прекрасные улья и он так подумал и говорит ну сто гривен за улей это если будешь забирать все сразу я говорю ну надо подумать немножко он говорит думай но только запомни кто невесту первую засватал тот ведет и под венец вот такой вот народный мудрец я говорю конечно я подумаю сел в машину и еду солнышко день прекрасный ну думаю позвоню вовчику и рассказываю ему вот эту историю мы вместе посмеялись говорю ну я на тебя не в обиде я хоть расстрясся проехался пообщался с пчеловодом узнал много нового интересного потратил немножко бензина но это такое ерунда он говорит ну ты если что в следующий раз бери пару литров бензина мне приезжай ко мне я тебя проведу экскурсию по своей пасеке мы пообщаемся про маток про мед про все остальное я говорю хорошо ну то есть вовчик тоже юморист вот такая вот история ну а сейчас я расскажу о втором варианте покупки ульев и всего остального б.у. вариант отличный это когда пчеловод действительно распродает все то есть это либо разочаровавшийся пчеловод либо человек просто нашел другую более выгодную работу либо возраст уже не позволяет заниматься на пасеке и в этой связи я тоже расскажу одну очень интересную историю итак один мой знакомый который даже не пчеловод мне сказал что один мужчина распродает пасеку я сел в машину и без особых надежд поехал посмотреть ну а что мне будет приезжаю смотрю стоит так ульев 10 с пчелами думаю ну мало ли может продают с пчелами по крайней мере посмотрю поинтересуюсь сколько стоит говорю а где же улья он говорит пойдем открывает гараж и гараж снизу до верху забит ульями он говорит вытаскивай любой смотри вытаскиваем смотрим и я просто офигел потому что улей видно что в средине абсолютно чистый новый то есть там даже не было пчел не видно там ни паяльной лампы никто ничего не шкрябал не видно никакого воска даже я говорю сколько ульям лет он говорит но лет где-то 5 говорю что не пошло говорит да нет я в принципе так все понимаю но у меня не состыковка я работаю в полях и как раз в этот период нужно заниматься пасекой поэтому мне нужно выбирать либо ту либо вот это вот стояли они у меня стояли и я решил что обуза буду все распродавать я говорю ну и сколько ты хочешь за улей он говорит ну много не буду брать 600 гривен я такой сказал ему говорю я мог бы поторговаться за 500 но то что я вижу мне нравится поэтому я торговаться не буду сколько у тебя ульев говорит 30 штук говорю ну заберу 15 ударили по рукам заплатил я ему денежку погрузили и я еду еду везу улья на пасеку и вспоминаю слова одного знакомого старого пчеловода который мне сказал ромчик если попадается распродажа улья хорошие все одинаковые даже не думай забирай все если тебе не понадобится по крайней мере перепродаж я вот вспомнил эти слова выгрузил улья приехал домой и с утра поехал и забрал остальные 15 ульев и того я приобрел 30 ульев за 18 тысяч гривен вспоминая свои первые улья которые лежаки которые я делал вот они мне 10 штук обошлись в то время когда я начинал где-то в 7000 гривен это с оцинковкой там с покраской со всем остальным а тут мне 30 ульев обошлось 18 тысяч гривен это тоже с оцинковкой с литочками причем вот такие вот литочки трех позиционные очень хорошие качественные то есть видно что человек делал все для себя а получается что сделал для меня ну и сейчас давайте я покажу наконец-то то что я купил чтобы вы тоже охренели ну вот он улей оцинковочка толстая очень качественная открываем крышечки кстати и крышечки корпуса на вот таких вот фиксаторах чтобы не ложить кирпичики и всякое такое вот эта планочка фиксирует потолочек то есть корпуса здесь наклоняются что очень удобно вот что увидел я сейчас покажу поближе ну вот красивая чистая доска на стенках даже видно расчерк столяра красивое чистое дно никакого шашеля то есть если даже бы хотелось к чему-то придраться придраться не к чему сейчас закрою и покажу нижний корпус и покажу для чего вот этот фиксатор задумка очень хорошая видно что и столяр был нормальный и человек тоже делал как бы для себя вот так вот итак смотрим нижний корпус все сделано для удобства работы пчеловода нижний и верхний корпус соединены дверными петлями это сделано для того чтобы когда нужно посмотреть вниз то мы не тянули пузом верхний корпус спереди ставим подставочку наклонили на 90 градусов посмотрели закрыли потолоченьки у нас закреплены крышки у нас прикреплены ничего не падает можно ставить ганиманов скую решетку можно экспериментировать с пчело удалителями в общем кафе то об и фиксатором тоже закрываем все гениальное просто и все улья идентичные то есть 30 штук все сделаны вот так ну а краску я немножко освежил взял серую и добавил туда бронзы чтобы пчелам не было летом жарко ну и часть ульев я переделал под нуклеусы то есть чтобы улей нижний корпус можно было заселить два шестирамочных отводка сейчас покажу тоже как ну похвастаюсь кстати я немножко соврал часть ульев а именно 10 штук все-таки были в эксплуатации и именно их я решил переделать под нуклеусы то есть в нижнем корпусе у нас будет два шестирамочных отводка я сделал пропил вот такой вот самодельной приблудой которую зачудил мой гениальный братушка ну и делить мы будем обычным двп которая нужно еще порезать по размеру ну и задняя стенка я сделал дополнительный литочек об отец все гениальное просто оси казочки кинец а кто слухов холодец какой вывод из этой истории кто ищет тот всегда найдет погода окончательно испортилась на улице сейчас сделать нечего но на пасеке работать нужно постоянно поэтому пойду я сейчас в хату и буду делать вот такие ганимановские решеточки на лежаки а то скоро роение деление отводки задолбался я этих маток искать все всем пока мир труд май